каждый патрон поверь мне будет пущен ради науки погнали 1000 патронов до то с ним вообще произошло после наших испытаний так мне кажется все равно вот сейчас с ним жестче начинаем обращаться чем например рядовой охотник пахнет дерево начинает при активной стрельбе сразу после патроников у нас 64 градуса как ангелочек посмотрел бы на этого ангелочки ушла шлемодить косичка вот она 1000 так ну что джентльмены удачи нашли мы все-таки шлем пусть он конечно и не золотой а это даже и к лучшему но сегодня в новой серии то что мы сделаем вы должны посмотреть сегодня новая серия на канале оружейный барон меня зовут андрей шелестов и мы начинаем саш привет андрей привет погода солнечная у нас просто курортный сезон начался и судя по объемам патронов которые ты заготовил отдых будет не дешевый каждый патрон поверь мне будет пущен ради науки вот быстро я даже не занялся и ради глобального эксперимента так как мы сегодня будем тестировать алтабелли ого причем будет довольно таки суровый тест будем стрелять тысячу патронов тысячу патронов да ничего себе за сколько ты на охоте их выстрелишь тысячу патронов но если просто утки будут меня атаковать у меня был эксперимент там ну пачки три-четыре я использовал конечно уток гораздо было меньше но пострелял вдоволь а мы чуть-чуть ускорим процесс в общем и для среднестатистического охотника если ты не из якутска то где-то ты это количество израсходуешь от 2 до 10 лет вот так и вот как раз мы проверим насколько хороша у нас алтабелли это новая модель сейчас присоединю приклад чтобы она все-таки немножко было похоже на ружье все моменты которые влияют на качество выстрела и на прочность конструкции они продуманы и усилены муфта ствола имеет более сильное основание и большие вынесенные подушки отсутствует межствольная планка здесь спайка идет всего лишь на муфте и около дульного среза соответственно вентиляции у тебя происходит 360 градусов вокруг ствола значит площадь у нас чуть-чуть повышается здесь также сделано удобно и непосредственно планка здесь она уже в районе 10 миллиметров она широкая из нее удобно прицеливаться и для удобства стрелка в прикладе присутствует гребень который имеет регулировку как влево вправо так и непосредственно вверх вниз ну и разобрали мы это ружье ради того чтобы зрителям показать какой вначале ружье было экспериментом и какое оно будет после эксперимента соответственно а здесь вот какие-то нюансы что-то было доработано это ружье собиралась по принципу меньше ручной подгонки такая задача была инженером поставлена чтобы они производили детали уже в номиналах если например все ружье разобрать выпущенные и все детали перемешать и опять собрать из этих деталей ружье то опять они будут функционировать и ничего не надо настраивать а вот так вот да наша задача будет сегодня какая какая не падать духом не падать духом до тысячного выстрела держать плечо и делать тысячу выстрелов и готовить лед понял собирай ружье и начинаем и вот этот шлем у нас появился не случайно сейчас мы узнаем выдержали ли он тысячу выстрелов я думаю что шлем-то выдержит плечо почему такие подозрения то что наши плечо плечи будут сегодня страдать всю серию потому что мы взяли охотничьи патроны 30 грамма да мы не брали спортивные потому что все ружье у нас много дня охотников с элементами для спортсменов вот и честь первую тысячу выстрелов предоставляется сделать андрею шума на дробь да конечно еще будет с плечом после этой тысячи но у нас нас на самом деле мы взяли целую команду будем стрелять с плеча посмотрим как отработает и плечо и рука и ружье мы пригласили к нам сюда на стенд виктора более опытного стрелка ведь привет вот теперь твоя очередь ты сколько за тренировку делаешь выстрелов обычно тренировку от 150 до 200 а если патронов немеряное количество ой могу больше значит у человека опыта гораздо больше ну что давай приступай патронов в этот раз у тебя предостаточно это все мне спасибо а чувствуется что она сильно нагрелась это спустя сколько она нагрелась но выстрелов за 50 нормально ну застреляем третью пачку по счету дадим чуть остыть уже стволы сильно нагрелись пока все хорошо все работает не счетов ничего бы то ни было еще нету иногда шаться в япл появляется от нагрева тут его нет еще одну пачку патронов мы прихлопнули может чё кто не хочет пострелять здравствуйте меня зовут александр я продолжу этот тест слишком быстро почему-то не получается не натренирован как спортсмен к сожалению полирует старый рыцарский доспех потом слишком ржавый мы его обновим вот и вторая пачка у нас уже заканчивается то выстрелов я уже приложил усилий к нашему тесту надо 2 где почти 50 я не уже как все 100 с непривычки ты хочешь развернуть его нет нет я хочу его просто стрелить мне кажется это нереально порвется плечо мне кажется за рано или поздно но не шлем тут оружие себя довольно комфортно ведет нету никакой там усиленная дача в щелку не бьет как на некоторых хоть и приклад у нас нет индивидуальный сразу идет начинает уже побаливать а вот уже сильно нагрелись мимо цель ящик прикоснулся и прям кипяток я сотню почти достреливаю если реально до красна нагреть так соточка есть моей стороны я пожалуй немного передохну и передам эстафету другому уже все еще живо даже закрывается также туго ну чтож погнали о хорошо я опять полюбил стрельбу ну надо сказать что ружье достаточно легкая 3 2 килограмма для охоты самое то до свадьбы заживо еще можно с колену попрошу я считаю выстрелы кто-то барашка по я выстрелы отвлекает и еще пачка я могу с пояс попробовать попал слабенький попадание слабенький с коленом отличаться подручно не тот ствол а мы переключили порядок столов и другой стоял я зарядил то нижней так что крышью вопросов нету а 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 Вот теперь передышка. Так, давайте проверим тульное ссужение, все закручено. И продолжим наш радостный эксперимент. Ружье ведет себя хорошо, никаких тариканий пока нет. Так, с моей стороны сделано еще 50 выстрелов, я пожалуй пока передохну. Поехали. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Кто хочет пострелять Сейчас парни уже сделали 400 выстрелов Следующие 100 мои Но предлагаю начать незамедлительно Ух, как хочется пострелять Это я до 100 выстрелов Виктор умеет на вскидку, я не особо Сейчас учусь Ну перчатка еще не прилипает Можно дальше продолжать Хороший патрон Увесистый Что-то у меня... Блин Запухтел Хотел сказать, что ты Шлем-то от меня отвернулся Настрелялся Эх, ушла Шлемодич Так, ну чего Перчатка у нас пока на стволы не намазывается Так что можно еще пострелять О, я пристрелялся, кажется Шлем не уйдет? Даже брошенный Все, 500 выстрелов произошло Сейчас даем ружью отдохнуть Потом мы его протягиваем И нанесем пару капелек смазки На нужные узлы Все Что предлагаю сделать сейчас? Смазать основные узлы И посмотреть, не подгорело ли цевье изнутри Можно еще приклад снять Посмотреть, что с механизмом Ну, хорошая идея А бывает вообще такое в стрелковом мире, когда цевье подгорает? Пахнет дерево, он начинает При активной стрельбе Да Вообще его надо снимать и дать остыть Соответственно, стола, мать цевью тогда Не надо ждать, пока все раскалится Пока оно загорится Дым пойдет Все отлично Снимаем И заодно тогда и приклад протянем Чуть оно у нас уже Подгорело, что ли? Нет, оно Считай, пятно контакта увеличивается от выстрелов И оно чуть-чуть уже подпределит Контакты стали лучше Притерлось меньше Возможно, сшато Механизм взведен В нем ничего не поменялось визуально Отлично Механизм, кстати, механический Если будет осечка на одном стволе То второй выстрел Это очень удобно Не инерционный А именно механический Но механический очень точно надо собирать Иначе с двойки могут быть Но здесь, благо, их нет Все нормально собрано Что, смажем? Давай, да И прижмем щечки Чтобы они лучше поймали контакт Прижимайте щечки Прижимайте щечки Чтобы поймать контакт Каждый раз Ну да, бывает такое, что Они в бока раздаются Когда особенно Ты собираешь И не очень хорошо Так, все отлично Теперь Можно я в шатт посмотрю? Есть он или нет? Стволы тут Дай, пожалуйста Угу То есть метод проверки Шатт он так ставишь Если он есть То это почувствуется У меня вообще ничего нет Плотно Все нормально Ну, через 500 выстрел Уже тебе такую обкатку прошло Угу Так, что-то смазывать будем? Да, конечно Давай цапфу смажем обязательно И отверстие под них Также по шатту могу сказать одно Что лучше смотреть за рычагом Если он уже за середину далеко переходит То это точно символ будет того Что скоро появится шатт Так, ну все Можно собирать И сейчас я еще шарнир обязательно смажу Ну, рычаг у нас в положении таком Износ практически нет Все Предлагаю продолжить наш тест Пожалуйста Продолжай У тебя отлично получается Спасибо Ну я, наверное, темп сбавлю немножко Да, не спеша Вальяжненько Спасибо за оказанную честь и доверие Да 32 грамм тебе в зубы Лучше в плечо Ночь пройдет на ступету Я знаю Счастье нас с тобой Ждем Так, 25 выстрелов Полет нормальный Даже попадаю в шлем Пока Бодяга справится День хороший Компания хорошая Ружье прекрасное Стреляй да стреляй Вроде ничего сложного Работа творческая Опять же Открыта вакансия Стрелок Испытатель Работа творческая Я знаю как 998 выстрел будет выглядеть Знаешь как Красота Кайф Свежий воздух Кайфуем Майфуем Тесты наши Вообще Самые лучшие в мире Слушай, а он даже как-то помягче стал работать Ну я имею ввиду открываться помягче стал Плечо Плечо-то я Плечо Оно у меня было А у тебя сейчас на какой стадии плечо? То, что каждый выстрел как током, да? Да Ага, нормально Саня, у тебя нет еще, да? Ты начинаешь откладывать? У меня легкое, мне кажется оно уже синенькое Током до пальцев Нет, только после свадьбы Хайф 600 отстрел Остужаем Саня Ну там прищемлели Сашка Ну ты сосок только снимал? Ты рано, ты видел? Ну, конечно, они 400 раз уже затылок-то примяли уже Все, он жесткий стал Не надо себя обманывать, что не будет больно Сразу надо подходить с мыслью, что будет больно Хнык-хнык Хнык-хнык Лучше сначала проверить 600 уже отстрелил Или чуть больше Косечка Попробуй еще раз пробьет Да нет, понятно, что пробьет-то Нет осечки Руки дрожат Свечка Осечет Ну, пробуй еще Где-то глубоко капсуль посажу Все, еще одна сотня Готово Следующий Следующий А что же с шлемом, спросите вы меня? Сейчас я вам отвечу С шлемом все в порядке Отдробеструем и подлежит следующей покраске Смотрите, какая красота Это до А это после кипячения А чем пользуетесь вы, чтобы обработать поверхность перед покраской? Пишите в комментариях Дырок Только забрали А так нет Все хорошо Все целое Да кто-то такой металл, блин Нет, не будет Ну что Продолжим Синяк проходит А гордость Остается Ой Не сразу сработало Синяк проходит Синяк проходит Готовьте пирометр Ага Давай Отстягивай цевьё И сразу и посмотрим Снимаю Давай У патронников Сразу после патронников у нас 64 градуса Середина у нас 75 И удульного среза Ну слушай Всех лучше остывает Получается 57 градусов Может меньше нагревается Да Середина у нас самая такая Самая горячая Перчатка Отказалось удобно Все Боль вернулась Машина Давай песню какую-нибудь Ох В темноте Тают Тают Очертания Тают В темноте Я ищу губами губы Но подозреваю Что не те Наверху Приказание Дано Не сдаваться В подвигах Любви Парапапапапам Это судя по всему Подвиг Любви к оружию Сань Да Ну только у нас какая-то Странная в этом случае Любовь Друг друга мучаем Ну Она не ломается Сань Мне очень нравится Что у этого ружья Есть дополнительные Опорные площадки Которые находятся Непосредственно Внутри ствольной коробки И находятся За крюками За большими Что они дают Они дают Дополнительное Пятно Контакта Между В соединении Между Муфтой ствола И непосредственно Ствольной коробкой Это очень хорошо Потому что Раскачать Такой ствол Внутри ствольной коробки Будет очень тяжело Вот Куда я это рассказывал Все Куда ты рассказывал Зрителям Хорошо Хорошо Когда хорошие зрители Широкая прицельная планка Яркая мушка Очень Мушка Здесь волокно Тругло Используется Это тяжко Идет Все Да тяжело идет Не могу спорить Ну как бы Здесь и смысл Это как этот Бег улиток Типа Вот из этого Чисто на силу и волю Конечно Ни одной Сечки не было Может реально С закрытием Просто Подходим Уже почти К завершению ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай Кстати Полегче Вроде Как-то Мне кажется Все равно Мы сейчас С ним Жестче Начинаем Обращаться Чем например Рядовой Охотник С ним Обращался Потому что Уже Начинается Такая Усталость И Ты Открываешь Его Жестче И все И Достаешь Снаряжаешь Закрываешь Жестче Но как бы Как было В том же ключе Так оно и остается Угу Нельзя Сечечка Ну походу Патрон ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, Сань, давай я Два выстрела Достреляю Чтоб ты не мучился Спасибо Терпения Уже нету Через тысячу выстрелов Разработалась Как новенькая Вот она Тысяча Ну что, пойдем Ну что, пойдем посмотрим Что у нас С каской И шлемом Джентльменов Удачи случилось Саня, тебе нужно будет Разобрать ружье Посмотреть Что там внутри Нет ли каких-то Сколов Загрязнений И что с ним Вообще Произошло После наших Испытаний Ого-го Дешевый Пескоструй Освистовка Да Смотри как Был ржавый Стал Как новый С шлемом Ничего не произошло Да Его Друбью Не пробьешь Сталь выдержала Это точно Ружье бесполезно Против Троянцев Ну пока там Некоторые интересуются Шлемом Мы разберем Ружье И посмотрим Насколько У нас появилась Тая или иная Выработка На нем По дереву Сначала Самое главное Если неправильная Подгонка То дерево Сразу у нас Выдает Это По цевью Все цело Все хорошо По прикладу Видимых Я не вижу Никаких трещин Так Давайте теперь Посмотрим По технической Составляющей По шарниру И узлам Вращения Все довольно Таки плотно Появился Хороший Контакт Здесь По шарниру Так же Без изменений Давайте посмотрим Теперь Что у нас С механизмами УСМ Дальше Особых изменений Я не вижу Но появилась Некоторая пыль Но я думаю Что это от дерева Когда притиралось А так Все в том же состоянии Которое было изначально Можете в этом Сами убедиться Давайте теперь Стволы Посмотрим Дульные Сужения Давайте проверим Они у нас Шевелятся Не шевелятся Потому что Тысяча Выстрелов И их Не доставали Так Грязь присутствует Нагаром Немножко Резьба Подзабилась Но резьба Довольно Таки Здесь Шаг Крупный И страгивается Она хорошо И еще То Что Хорошо Здесь Чок У нас Идет Уже Хромированный И он Не Закиснет Внутри Ну вот У нас Нагар По Внутренней Части Образовался Здесь Который Присутствует Набивался Он Постепенно Но его Легко Счистить Он Ногтем Счищается Резьба Целая Все целое Чок У нас Выкручивается Так же И давайте Попробуем Здесь Да Так же Дульное Сужение Легко Страгивается По планке Вся пайка Осталась На месте Потому что Здесь Она собирается На твердосплавный Припой Серебро Содержащий Что Вот эта Короткая Межствольная Планка Что Сами Пеньки На прицельной Планке Вот Все прекрасно Все Ничего не разъехало Все хорошо Столы Немножко Грязные Но их Почистить Очень просто Я бы даже Не смог Определить Какой Настрел Здесь У этого Ружья Был По крайней мере По каналам Стола Так Ну что Саш Что Скажешь По ружью Хорошо Оно Отработало Были Осечки Там В районе Трех Четырех Осечек Было За Время Выстрелов Но я Считаю Что Это Связано Все Так С Боеприпасом Из Тысячи Выстрелов Сколько Ты Примерно Насчитал Лет Это Можно Стрелять Ну От Двух До Десяти У вас Будет Две Три Осечки Я думаю Что Это Приемлемый Результат Твое Мнение У меня Ружье Понравилось Во-первых Регулируемый Гребень Мы им Пользовались Можно Быстренько Под стрелка Перекинуть Если Стрелок Другой Конституции Во-вторых Она Достаточно Легкая Для охоты Три Два Килограмма По-моему Прикладистая И Никаких Признаков Износа Не Появилось Мне тоже Понравилось Не Шатов Хотя Оно Нагревалось Будь Здоров Цевье Жестко Стоит Шатов Нет То есть Может Просто Пользоваться Дальше Чума Смазали Проверили Дульные Сужения Один раз На 500 Причем Да И все И дальше Поехали Я думаю Что Не тысячу Выстрелов Выдержит Без проблем А больше У нас Сбоев Вообще Не было С ним Ну Еще Один Момент Понравился То Что Он остывал А вы будете Уверены Что Купив Эту Модель Вы Купили Действительно Надежный Продукт Так что Пишите Комментарии Подписывайтесь На канал И давайте Вместе Перезарядим Отношения К людям С оружием Спасибо Пойдем Плечи лечить Бодягой Мазать Как Ангелочек Поцеловал Посмотрел бы Я на этого Ангелочка Продолжение следует